Приветствую вас, Денис. Давайте разберем ваш вопрос. Лично мне кажется, по вашему описанию, что у вас есть определенная травма. Травма расставания с девушкой, которая повлияла на вас так, что вы, условно говоря, поколебались в своей уверенности в себе. Вот. И соответственно вам, на мой взгляд, нужна помощь в том, как бы, чтобы эту уверенность восстановить. Вот. И соответственно, посмотреть в чем именно вы оказались, ну, как бы, уязвлены, вот, чем именно вы оказались поколеблены. Вот. И соответственно, на мой взгляд, вам нужно с этим в первую очередь разобраться. Вот. Дальше будет плюс-минус более-менее понятно. Расставание – это всегда довольно драматичный процесс для любого человека. Вот. Если в какой-то степени вы человек чувствительный или тревожный, если вы, в какой-то степени, в какой-то степени человек мнительный, например, вот, что, на мой взгляд, совершенно естественно, что для вас это будет, ну, вот, драматичный, драматичный. Вот. И это, в принципе, вполне, ну, нормально. Здесь. Плюс еще вам больно, вероятно. Вот. Потому что, к своей, ну, к своей девушке вы, по всей видимости, привыкли. Вот. И когда вы расстались, естественно, вам, ну, было непривычный тревог. Сейчас это происходит, в том числе, по причине, ну, по причине неуверенности в себе. То есть, сейчас вам сложно, именно по причине неуверенности в себе, так как бы, ну, вы боитесь, что девушка вас снова брется. Только, ну, как бы, теперь уже другая. Вот. И, к сожалению, ситуация эта связана с, вот, тем опытом, вами непрожитым, вот, который у вас был. Вот. И вам нужна помощь, как мне кажется, в том, чтобы этот опыт самый прожить. Вот. Чем быстрее и интенсивнее вы этим будете заниматься, например, ну, допустим, процессом. Психотерапии, вот, тем лучше будет для вас. Вот. Как мне кажется. Вот. Вот то, что, в принципе, я мог бы вам ответить. Сейчас. С точки зрения психотерапии. Вот. Ну, и, конечно же, на мой взгляд, довольно важно, то, как вы выстраиваете отношения с девушкой. То есть, как вы сближаетесь, да, вот, чтобы, ну, чтобы между вами, что между вами общего. Вот. И так далее. Вот. Это очень важный момент. На мой взгляд. Дальше. Вы вот здесь пишете, что страхи дают осознать перед событием. События – это там, где нужно себя проявить. Вот. То есть, там, где вам нужно себя проявить, вы чувствуете волнение. Нужно несколько поподробнее, как мне кажется, постараться определить природу этого волнения. И что вас в этом волнении вообще переполняет. То есть, ну, волнение – это просто чувства. Некоторые. Вот. Волнение – это просто некоторые чувства. Вот. Это такое чувства, я бы сказал, больше общие. Вот. Или базовые. Вот. И, соответственно, не совсем понятно, что вы имеете в виду, да, как бы. Говоря, что вы… Ну, что вы… что вы… волнует. Вот. Вот. То, что, на мой взгляд, можно вам ответить. То есть, проблемы как бы требует, ну, в какой степени здесь внимания вашего. Вот. Это не просто, как бы, решить проблему. А это лучше узнать себя. Да, лучше понять себя и, собственно говоря, понять, что вас беспокоит и вас приводит. Вот. Но, опять же, вы ничего не пишите о том, из-за чего конкретно вырастали с девочкой, что бы послужило причиной вашего расставания с ней. Вот. Это тоже будет очень важно. Вы сами говорите, что проблема ваша началась после того, когда вы остались с девочкой, но из-за чего вы остались с девочкой, вы не говорите. Это, конечно, некоторый такой вот, я бы сказал, диссонанс всё же вызывает. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему отверту. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.